Давайте сейчас разберем синусовая аритмия. Мы уже разбирали тахикардию и брадикардию. А синусовая аритмия это как бы сочетание тахикардией с брадикардией. То есть это неправильный синусовый ритм, который характерен периодами учащения ритма и урежения ритма. Таким образом это будет видно в периоде учащения и периоде урежения. Все ребята, очень просто. Это может быть дыхательное и недыхательное. По названию, то есть дыхательное, это связано с актами дыхания. И недыхательное, это с другими причинами, то есть вне зависимости от акта дыхания. Дыхательное, как это именно? Это то есть на вдох идет учащение сердцебиения, а на выдох идет замедление сердцебиения. То есть на вдох идет тахикардия и на выдох идет брадикардия. Это так и будет видно на ЭКГ. Сейчас мы это более подробно разобрем, в конце будет ЭКГ и вы на это посмотрите. Вот. И с чем это связано именно дыхательное? Это связано с дыхательными движениями. Именно так называемый рефлекс по автору, рефлекс Бейра-Геринга. И это обусловлено физиологическим изменением тонуса в вегетативной нервной системе. То есть вегетативная нервная система влияет на все это. Что будет видно на ЭКГ? Мы уже это разбирали. С РР будут разные просто, если так быстро говорить. И второй будет именно синусовый ритм. Это же называется синусовая аритмия. А третий, это как бы используется для диагностики с недыхательной аритмией. То есть мы просим у пациента задерживать дыхание. Дыхательная аритмия, она же связана с актами дыхания. Поэтому если пациент не будет дышать, тогда у него этого и не будет. Если мы причину убрали, тогда следствия и не будет. Вот. Поэтому у него будет исчезновение аритмии при задержке дыхания. Это являются ЭКГ-признаки именно дыхательной аритмии. Недыхательная, она связана с органическим поведением именно в сердце. Вот. На ЭКГ что будет? Эти изменения продолжительности РР будут продолжительные. То есть вне зависимого от акта дыхания. Просто продолжительные. Ритм будет синусовый. При задержке дыхания будет сохранение аритмии. Она не исчезает. Потому что это недыхательная, не связанная с актами дыхания. Поэтому дышал или не дышал пациент, все равно это аритмия будет. Вот как мы видим на ЭКГ. Это пример именно дыхательной аритмии. Потому что как мы заметили, что на вдох идет тахикардия, идет учащение сердцебиения. А на выдох и наоборот идет урежение сердцебиения, то есть брадикардия. Вдох тахикардия, выдох брадикардия. Если мы здесь тоже просим, чтобы уточнить, мы здесь просим пациента, как мы сказали, задерживать дыхание. Если все это уйдет, то есть вернется как обычно, как мы видим здесь. Так, типа все хорошо. Значит у него что, была дыхательная аритмия. Если это остается, значит это не дыхательная аритмия. ЗдесьISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS